I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами в термине опять, посмотрим Сегодня дальше немножечко Да-да-да, об этом нас уже предупреждали, спасибо Кстати, возможно это будет немножко забавно, но почему-то в первый раз, когда я включил игру, мне этот оккультист, на фоне того, что мир современный и все дела мне показался оккулистом, я думал, что я реально буду играть за какого-то глазняка, ладно Хорошо, будем мы пробовать всех по очереди, солдаты мы с вами пробовали в прошлый раз, сейчас будет оккультист, доктор, ну и если все будет нормальный инженер, просто посмотрим, насколько их истории отличаются Оккультист у нас девочка Я ничего не имею против этого, хорошо Ну, в смысле, чтобы ее звали оккультист, я ничего не имею против Посмотрим, как все пойдет Да, в том же самом поезде мы начинаем Пропустить ли историю Нет, мне очень интересно Ну, то есть, это же другая история уже будет Так, умиротворяющая атмосфера поезда Посмотрим, что будет то же самое, что нет Будем выбирать, что читать, что не читать Также у нас мысли летают И мы вспоминаем то Что мы были рождены в церкви Альмера Хм, это интересный факт В течение многих поколений ваша семейная ветка Ну, ваша семья Принимала участие в самых злых и странных ритуалах Посвященных этому богу В забытых веках Ага, жизнь темного священника жестока И в современном мире Очень архаично Ну, в общем, неуместно, так скажем Но вам удалось избежать судьбы вашей матери И вы не хотели попасть в ту же самую ловушку Чтобы целую жизнь служить Посвятить служению старым богам Так, как поступил ваш отец Типично, что старший сын семьи Продолжает работу своего отца Ну, в то время, как для девочек Ей уготована другая судьба Несмотря на ваши корни Ваша мать сделала так, чтобы Ага Ваша мать сделала так, чтобы вы выглядели очень жизненно Когда ваш отец впервые положил на вас глаз Извините, пропустили один диалог Там было сказано, что мы выросли в этом же городе То есть все сводится к одному городу И учились в религиозной школе Ну, это, в принципе, тоже логично Нам дали возможность выбрать Какую ветвь обучения мы бы хотели для себя освоить Что-то абсолютно неслыханное Чем могли заниматься только мужчины-священники Учить оккультизм, учить алхимию Учить кровавую магию Чтобы я знал, что это все значит Ну, я так понимаю, что у нас идет Такая же разница, как с солдатом шло Что он был с дробовиком, с пистолетами Или с чем там еще было С винтовкой Да, с винтовкой Оккультизм, алхимия и кровавая магия Ну, давайте я скажу кровавую магию А почему сразу не... Ладно Хорошо Вы выучили некромантию Я смогу кого-то оживить Себе на помощь куда-то там дальше Ладно Вы доказали, что у вас есть очень большой талант Как оккультист И со временем даже Святой город Ватикан и их министерство Тетьмы темности Услышали про ваши таланты Вам предложили стать учеником в Ватикане Чтобы в дальнейшем обучать Получать образование И занять Какую-то должность Без зазрений Кто-нибудь помнит еще, что существует такое слово Зазрение, да? Ну ладно У нас тут урок древнерусского получается Сама идея для того, что вы будете находиться подальше от вашего бати Сама эта идея была достаточно, чтобы принять решение Не учитывая очевидные преимущества от нахождения в Ватикане Которое мог предложить этот большой город Ваша мать вами очень гордилась Она всегда очень гордилась Ваш отец Похоже, вам завидовал Ваш отец, похоже, всегда был вашей противоположностью Вы не уверены, имело ли это делать с вашим происхождением Или что-то, что осталось не сказано Ну типа, я так понимаю, что она по материнской линии поклонялась Альмеру А отец, он типа извне пришел Ну, не то чтобы извне Но он простым чуваком был до того, как женился на матери Ну ладно Так, Министерство тьмы Прикиньте, в Ватикане есть Министерство тьмы Пытаясь Так, сейчас А, initiation А, в инициации Короче, в посвятительной церемонии новых студентов Выбрала бы старого Старых богов Чтобы Ну, как бы Они их вели Чтобы вы выбрали Ой, блин Ну зачем вы так Грогот, Сильвен Альмер Лунный бог, кстати Винашна Бог О, бог страха и голода Погодите Это типа у нас каноническая концовка была первой части На бога страха и голода, да? И получается, что мы можем здесь выбрать этого же бога И служить ему Или же мы можем Бог луны Это вот этот вот Блин, я забыл, как опять его зовут Короче, это тот перец, который нам во сне сейчас приснится Альмеру и так наша мать служила Сильвен, это типа любовь А Грогот, это типа жестокость Если я правильно помню Я не помню, кто такой Винашна Ну Винашна Винушна Блин, я не знаю, как это произносится Ну, то есть По правилам английского языка Это можно произнести как Винашна Но я не знаю Кому же мы будем служить? Давайте богу луны попробуем Ваша связь с этим богом возросла во много раз Очень сильно Так, хорошо Все шло в принципе нормально Пока в один день вы не получили письмо из дома Было письмо от бати Что удивительно Потому что вы никогда с ним не контактировали В письме говорилось, что мать приказала долго жить И, ну, собственно, слова были очень холодными И без какой-либо симпатии Ладно Так, вы постарались позвонить домой Но телефон Телефон и связь не смогла воссоединить Ни с одной линии В прихивилианском районе Выучка произносится Это Этот город У вас было ощущение, что Отец к этому как-то причастен Он всегда был одержим кровавой магией И Вы знали, что кровавая магия слишком многое требует От своих приверженцев Не было никакого другого пути Нужно было приготовиться вернуться в Прехвиль Блин, там буквы Ш просто не хватает Прикиньте Вот Прехвиль только с буквой Ш Ладно, хорошо Как вы приготовьтесь к фестивалю? Медицина Что-то почитать Еда Что-то почитать Я так понимаю Это будет или свитки Или Инструкции, может, какие-то Я возьму вот это Вот Рхер Бог луны Точно Спасибо, чуваки Напомнили Я получил кожаную библию Рхера Ну, я просто Ну, почему У нас все боги были по имени Ну, кроме бога Голода и страха А Рхера Почему-то назвали богом луны Типа Вот, чувак Вспомни, кто это Или Ну, ладно Так Библию мы получили Супер Как же давно это было Кажется, прошла вся жизнь Того момента, как мы уехали Интро А что там было? Нет, пока нет Я пока просто не уверен, что там будет А, это мы сейчас попадем Интро Это у нас будет кусочек с Богом С богом луны С вот этим вот Так, погодите Что у нас в инвентаре есть? Счастливая монетка Вот Армор Оккультист Так, канцел Минуточку Книжечку дайте я почитаю Ее можно использовать А, используйте, то есть почитать Так, хорошо, хер Это хитрющий бог луны Ну, типа он обманывает всех, что ли Также известен Известен как Всезрящий бог Востока Не особо много известно Его роли В большой В общей схеме Он поддерживает Great Secrecy Ну, большой тайну Того, что он делает Просто посмотрите Ночное небо Можете увидеть его присутствие Он спит вечным сном Лунный бог Часто Принимается За пассивного бога Из-за того, что он спит постоянно Однако Время от времени Его культ И его последователи Вмешивались В ход истории Человечества И Всяк такой То есть он все-таки Оказывает какое-то влияние Ага В самых старых писаниях Рохер Описывается Как бог Безумцев И тех Кого полностью поглотило Ну, безумие Опять же Безумцы Да Его Его Благослови Его дар людям Так скажем Хороший дар людям Это Солнечный Лунный свет Который Говорится Открывает Правду И Человеческую Грязь И Очень часто Этой Правды Слишком Много Чтобы Человеческий Разум Смог Осилить Эту информацию Так Ага Можно Поспорить Является ли Его правда Более Точной Ну, более Правильной Что ли Чем Человеческая Грязь Блин Химон Филд Так Понимаешь Это Пороки Какие Так Самый Большой Его Фокус Заключается В том Что Никто Не верит Что Он Бог Ну Типа Из Больших Богов И Лунный Бог Живет Следует Своей Репутации Знак Рхера Подымает Разум К высшей Точке Это нормально Будет С безумием Что ли Бороться В тексте В тексте Также Присутствует Символ Рхера И инструкция Как этим Пользоваться Не символ А сигил Это Герб Скорее Хорошо Почитали Немножечко Библию Супер Я крайне Этому Рад Что Сейчас Будет То же Самое Мы Пойдем Ясно Хорошо Это Все Таки Интересно Потому Что Ну Тут Маленькие Ключки Есть Например Интро Имеется Ввиду Вся Вот Эта Вот Часть С Кусок Ткани С Телепортацией К богу И всякое Такое Или Вот Ладно 9 Миллиметровые Пули Круто Но я понимаю Что мы тоже Сможем Стрелять Это В принципе Не проблема Ладно Пойдемте В нору Нас Там Уже Ждут Я Не Буду На Этот Раз Сражаться С Этим Чудаком Так Ты Я Тебя Везде Ищу Свали От Меня Да Можно По Плохому Это Мы Все Читали С Так А Чем Я Кстати Бью Блин Я Не Посмотрел Эквип Ну Хорошо Давайте По руке Ударю 136 Я Чем Хорошим Бью Что Ли Я Вообще Промазал У меня Кровотечение У меня Кровотечение Ай Кровотечение Не Добьет Хорошо Ну Этот Первый Бой Я Не Знаю По Моему Нереально Выиграть Или Короче Да Вот Он Отпилю Не Знаешь Какой Невступ Я Туда Сюда Шив Хочется Так Теперь Возвращаясь К работе Ну Конечно Работать Без Ног Гораздо Проще Те Что Знают Так Все Валим Отсюда Ноги Оставляем На полочке Я Только Что Попытался Кстати Двигаться И Уйти То Есть Убежать От него Тоже Не Вариант Это Кат Сцена И Учитывая То Как Он Бьет И Сколько Он Снимает Я Не Думаю Что Это Возможно Кстати Что У нас Там Руках То Было Skills Он Есть Некромантия Я Мог Это Кстати И Использовать Ну Ладно А У меня Есть Нож На голову Мне нечего Дить Там Было Ремув Типа Убрать Убрать Голову Было Неплохо Типа Берешь Ножем Убираешь Голову Где Это Было Это Скал Герлз По-моему Было Где Там Был Боец С девушкой Которая Отрубала Все головы Типа Она Зомби Ну Не Зомби Она Мертвая И Поэтому Она Отрубала Голову И Голову Отдельно Бегала По Арене Ладно Все Она Сейчас Представит Богу Собственно Говоря Ноги На месте Все Хорошо На этот раз Я не использовал Ничего Хотя Собственно Что Мне было Пользовать У меня Была Книжка С собой Не было Ни аптечки Ни оружия Милочка Может Будут новые Фразы Потому что Я себя Полностью Посвятил Этому Богу Надо Будет Глянуть Сейчас Вот Ты Где Да Так Это Все Было Ребят Да Кто Никак бы Не знает О чем Тут Говорится Я Почему Скипаю Потому что Тут Говорится Одно И Тоже Поскольку Мы Решили Проходить За Всех Четырех Персонажей Я Вот Эти Вот Вещи Которые Мы Уже Читали В Первый Раз Я Прочит Читать Каждый Раз По Четыре Раз Не Буду Читать Только Новое Вот Поэтому Это Я Пролистаю Кому Интересно Быстренько Можете Послушать Этот Диалог В Другой Серии Я Понимаю Что Наверное Это Не По Человечески Но Я Ж Говорю Просто Читать Четыре Раза Я Тоже Не Буду Я Надеюсь Вы Понимаете Так Промолчи На Этот Раз Так Да Я Просто Вали Я Я С Тебе Позже Свяжусь Вдруг Просыпаетесь Это Был Просто Сон Да В поезде Уже Похоже Никого Нету Давайте Через Другую Дверь Выходим Попробую В этот Раз Ну Возможно Не Сдохнуть Как В Прошлый Что Опять Через Эту Дверь Факел Факел У нас Никакого Нету А Да Тут Перец Который Мне Ничего Нового Не Скажет Он Похоже Полностью Потерялся В Своих Мыслях Ну И Отлично Так Это Мы С вами Уже Все Проходили Блин Я Что Ты Сказал Ну Хорошо Это Мы Тоже Пролистываем Все Давай Чувак Вали Before You Go Да Отпустите Меня Уже Пожалуйста Одноглазый Парнишка Будь Пожалуйста Так Добр Ладно Я понял Все Нам Тоже Придется Пролистывать Хорошо Первый День С Вот Этими Всеми Ребятами Мы Уже С Вами Разговаривали У Нас С Ними Все Хорошо Вроде Как Вот Сюда Вот Наверх Я Кстати Не Хотел Она Куда Пошла Смотрите Можно Пойти За Ней Вот Это Травка Мне Кажется Да Это Синяя Травка Это Хилочка Блин Она Куда То Исчезла В эту Сторон Мы Точно Не Ходили Это Река Что Ли О Смотри Тут Дядька Какой Журналист Журналист Представится Я думаю Ты полагаешь Что я тоже Назову тебе Своим Меня Зовут Карин Сёль Куда Ты Идешь Я Я Не делал Никаких Замечаний Сейчас Я Так Много Время Не Провела Ну Там Потерял Так Скажем Куда Ты Идешь В Город Правильно И Я Иду Одна Если Ты Об Этом Спрашиваешь Что Такое А Что Сюда Привело Я Журналист Я Думаю Что Никто Эти Места Не Посещает Пока Не Приходится Сюда Приехать Ну Собственно То же Самое Что Я Пойду С ней Мне Интересно Сюда Я Не Ходил Еще Мне Интересно Что Произойдет Блин И туда Пойти Хочется Нет Стой Я Иду С Тобой Ну В Прошлый Раз Мы Вообще Пошли Налево В Этот Раз У У Есть Возможность Сходить Направо Мне Это Надо Взять Блин Я боюсь Что Я Потеряю А Ты Иди Ты Нафиг Я Сейчас Пересал Просто По Жуткам Это Вообще Как Было Там Дядька С Ружьем Идите Черт Блин Похоже Я Ее Уже Потерял Да Ну То 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 Нужно Или Полностью С ней Ити И Не Отставать Или Че Или Как Потому Что Она Явно Ушла Куда То Очень Далеко Вперед Там Мужик Стрелял Вообще То Вот Это Точно Ничего Ну Бочечка Паприка Ладно Вот Эти Бочки Туда Тоже Обычай Я думаю Что Потому Что Я Отстал Она От Меня Оторвалась Ой Опять Этот Копыто Нашел Коллег Зайти Тут Нигде Не Могу Вот Тут Тоже Бочечки Их Тоже Надо Лутонуть Ок Тут Мы Точно Не Болет Я Прям Гарантирую Что За Фигня Можно Прыгнуть И утонуть Там Утопиться К черту Да Так Ладно Ты кто Он Просто В истерике Расцарапал Себе Всю Морду Насколько Мы Это Видим Ого Его кожа Свисает С его Челюсти Атаковать Зачем Прикинь Ты такой Приходишь О ребят Вы тут Себе Лица Калечите Давайте Я вам Помогу Ну Нормально Что Происходит Что Что Мы Те Кто Выжили Выжили Где Я В Это Выцарапал Себе Глаза Но я Все равно Вижу Вот Эту Зеленую Фигню Зеленая Фигня Она Распространяется Везде Я Нашел Пиво И Морковку Морковку Видимо Для Того Чтобы Ох Ты же Блин Морковку Видимо Для Того Чтобы Закрывать Пиво Да Тут У нас Такая Же Фраза Как В Первой Игре Что Свет Костра Успокаивает Несмотря На Все Те Ужасы Ждущий Тебя Снаружи Тут Вообще Труп Лежит А Он Еще Не Труп Так Человек Еле Жив Ты Уже Можешь Слышать Смертельные Вздохи От Него Так Сначала Обыскать Табак Убивать Я Не Хочу Его Убивать Ага Кровавая Это Кровавый Тазик И Кровь Вся Высохла Ага Ящик Слишком Большой Ты Не Можешь Открыть Его Без Инструмента Финишем Теперь Он Мертв Так Хорошо Никакой Реакции От Тела Кожа Стала Такой Хрустящей Крыс Ну Ломкой Что Ломкой Почти Как Экзоскелет Так Больше Не Ощущается Как Человеческая Кожа Мне Интересны Вот Эти Опции Это Типа Это Что Это Потому что Я Некромантию Выучил Так Книжечка Книжечка У меня На сих пор Одна Читать Я ее Уже Читал Дискард Ну Выкинуть Не Зачем Мне Выкидывать Книги Ладно Поджарить Мне тоже Нечего Пойдемте Посмотрим А я Могу Вот так Пойти Хорошо Вообще Короче Мне Этот Там Чувак С топором Тут Чувак Ага Дух Смерти О Лифт Угу Похоже Этот Вороний Голос Мне Очень Не Понравился Лифт Написано Что Было Вроде Как Застрял Изнутри Ну Дверь Его Застряла И Не Откроется С этой стороны Вот Этот Вороний Голосочек Это Вы Знаете Откуда Он Да Нет Я Уверен Что Здесь Этого Чувака Не Будет Но Голос Взят От Него Сто Процентов Сжат Холодным Сжат Что Здесь Происходит Луна Выжгла Эти Земли И Нас Тоже Выжгла Как Здорово Блин Чего Блин Так Мясной Пирожочек Дружочек Пирожочек Старый Ржавый Люк Исследовать Сначала Там Внизу Темно Ты Не можешь Видеть Ничего Кроме Тьмы Открыть Спасибо Сейчас Еще Немножечко По этой Деревне Пошатаюсь Потом Вон И Ворона Потом Мне Кажется Вот Эта Штука Внизу Агрессивна Овощной Пирог Это Тоже Зомбак Мужчина Бежит На прямой К вам С явными Намерениями Вас Убить Его Свисающая Кожа Ну Типа Кожа Свисает По пояс И Похоже Совсем Его Не замедляет Я готов С себя Защитить Просто Чтоб Ты Понимал Твои слова Ничего Не Значат Лунно Выжженный Явно Хочет Крови Скил Ага То есть Это Если Я На поле Боя Кого Убью Я Могу Его Воскресить Да Может По ноге Отлично Да Идешь Ты Нафиг С таким Уроном Елки Палки Просто Уничтожил А Смотрите Тут у нас Есть Заражение Ноги Заражение Руки Это Типа Разные Вещи Съешь Мид Пай ХП У нас Так-то Вообще Нету А у нас У нас Синяя Травка У нас Зеленой Травки Нету Есть Синя Травка А что Делает Копыто Я Я его Съел Ладно Я так понимаю Что я скоро Отъеду От заражения Потому что У меня нет Зеленой Травки Поэтому Пойдемте По-любому Сейчас Посмотрим Go Down Так Здесь Коробочка С инструментами Канистрочку С топливом Находим Тут Эта Бочка Она Полная Понюхать Запах Нейтральный Ты Без Понятия Какая Жидкость Там Могла Быть Так Этот чувак Агрессивный Ладно Будем знать Это какой-то Бункер Так На полочках Полно Запасные Детали Для Разной Машинерии Вы Находите Порох Разные Болт Каттерс Серьезно Я Нашел Болт Болт Каттерс Рез Болт Рез Ладно Кто видел И нашли Изоленту Чему Я несказанно Рад Дверь Не откроется Она Закрыта На электронный Замок Электронная Панель Тебе Не особо Хочется С ней Что-то Делать Как бы Нет Ребят Мне хочется Если что Я бы Посмотрел Что В ведре Собирается Рожавчина У нас Появился Болторез То есть Надо было Все таки Сюда Спуститься Это Интересно Мне там Поговорили Про инфекцию Что она Распространяется Я в курсе Что инфекция Распространяется Так Этот чувак Но он Нас Не видит Мы можем Нет Он Нас Видит Он Нас Видит 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 Тварь А если Еще раз Бегу От него Нет Он Нас Зажал Ну Значит Все Урон Урон У нас Неплохой Ну Промахнись Ладно Хорошо Значит Вот такая Вот у нас Получилась Серия За Культиста Та Та Прошлись Еще в одну Сторону Посмотрели Ладно Ребятушки Та Ну Пока что Все Вернемся В следующей серии Посмотрим Следующего Персонажа Будем Потихонечку Открывать Кусочки Этой Карты Тут Очень Тяжело Выжить Я не знаю Может я просто Не по уровню Пришел Ну Я просто Не знаю Что делать Хорошо В деревню Идти Да Тот чувак С топором Нас тоже Зарубил Он тот С ружьем Я уверен Что он бы Нас тоже Убил Я не знаю В какую Здесь сторону Идти Чтобы Тупо Просто Выжить Ладно Пишите Что вы думаете На этом Пока что Все Спасибо что Были с нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодушек Всем пакета Музыка 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 Музыка